Всем привет! В эфире праздничный выпуск Пападжайзера. Что такое Новый год для папы? Это время сидеющих волос и пустеющего кошелька, а также период, когда ты заморачиваешься, куда сходить со своим ребенком. Именно об этом мы и поговорим сегодня. Давайте посмотрим, что мы приготовили. А почему ты не на работе? Сегодня выходной. Ты видел письмо Деда Морозу? Видел. Бегом работать? Человек, который полицейскую форму сменил на костюм Деда Мороза, днем дарит спокойствие попавшим водителям в ДТП, а вечером складывает подарки под елочку. Хранитель секрета Деда Мороза от трех своих детей. Примерный семьянин с тембром голоса, после которого всем становится хорошо и спокойно. Виталий Толкачев. Виталий, привет! Привет, привет, Гена, привет! Расскажи, пожалуйста, в семье, где папа работает Дедом Морозом, тяжело поддерживать у детей веру в сказку? Ну, на самом деле, не так все и сложно, потому что мой средний сын и младший, они не знают, что я работаю Дедом Морозом. А дочери уже, она достаточно взрослая, 22 года, и поэтому она, ну, она даже помогает мне в какой-то момент. То есть, когда ты приезжаешь, нужно высушить реквизит, там, бороду, чтобы на следующий день работать. Она помогает мне в этом тоже раскладывать, где-то сушить, ну, чтобы у нее в комнате это происходит, чтобы младше не видели. А брал ли ты ее работать Снегурочкой? Для этого надо желание, в первую очередь. У нее пока не было такого желания. И достаточно, на роль Снегурочки она у меня высокая, поэтому она не очень подойдет. Снегурочки все-таки внучки, а дочь у меня метр семьдесят. Скажи, в каком возрасте она узнала, что Дед Мороз не настоящий, и как она отреагировала, что самое главное? Ей было 4-5 лет примерно, да, 4 года, 5 лет, и я традиционно пришел домой в костюме Деда Мороза. Она и спела песни, и станцевала, то есть стихи рассказала. Мы вручили ей подарок Деда Мороза, соответственно. И когда я уже стал уходить, прощаться, я говорю, до свидания, Настенька. Она говорит, до свидания, Дед Мороз, до свидания, папа. И все, с тех пор больше я домой, как Дед Мороз, не хожу. Волшебство! Здравствуй, Дедушка Мороз! Ну, здравствуй, мой хороший, здравствуй. Вот решил вас навестить в преддверии праздника. Ведь каждый, каждый хочет, чтобы пришел Дед Мороз и исполнил желание новогоднее. Дедушка, ну у нас главное желание, вот в нашей программе, это побольше узнать о тебе. Потому что, ну, на праздниках же ты не будешь про обычную жизнь свою рассказывать. А здесь мы попробуем узнать. Ну, что ж, давай, давай по беседам. Что ты хочешь узнать? Ну, так как Дед Мороз не ходит к Дудю, поэтому мне приходится такие же жизненные вопросы задавать. Дедушка, расскажи, пожалуйста, много ли у Деда Мороза работы в 2021 году по сравнению с прошлым годом? Есть работы. Но ведь она еще идет и идет. Начинают вспоминать, что Дед Мороз-то может в гости прийти и пытаются найти и застать его. Так что работы предостаточно. Скажи, давно ли ты овладел профессией Деда Мороза? Ну, как таковой профессией ее считать нельзя. Это состояние души, скажем так. Я очень люблю детей, и в том числе у меня одно из образований педагогическое. Ну, лет 20 назад я начинал к друзьям, к знакомым, приглашали, потому что получалось. Ну, а уже лет 5 я работаю на профессиональном уровне. Как научиться быть Дедом Морозом? Этому есть какие-то курсы, возможно, какое-то обучение есть. И из каких вообще профессий попадают, как правило, в профессию Деда Мороза? Может быть, и есть какие-то курсы, где-то этому обучают, но я только из опыта. Из опыта многолетней работы на добровольных началах было желание, потому что я очень люблю детей и... И творчество. И творчество. Потому что дети – это особенный мир. И когда ты к ним попадаешь, ты сам молодой душой становишься. То есть из какой профессии ты пришел в эту сферу? У меня был эпидагогический опыт. Я работал в школе потом, много лет служил в органах внутренних дел. Сейчас работаю аварийным комиссаром. Дедушка, скажи, больше нравится работать с детьми или больше нравятся взрослые корпоративы? В каждом празднике, что в детском, что во взрослом, есть надежда на новогоднее чудо. Просто дети, они верят по-настоящему. Они верят от всей души, потому что глаза горят, и пришел настоящий Дед Мороз и принес подарки. А взрослые, они ждут этого чуда. Но отплясывают и поют песни не хуже детей. Поэтому, когда приходишь на корпоратив, они с удовольствием играют с тобой, с удовольствием поют песни, отгадывают загадки, как дети. Ну что, мои дорогие, я очень рад, что вы все-таки верите в меня, верите в новогоднее чудо. Пускай дети радуются приходу Деда Мороза, пускай их глаза светятся любовью в ожидании чуда. Ну а взрослым я хочу пожелать, конечно, чтобы следующий год унес то, что бы вы хотели оставить в этом году. Чтобы следующий год было больше полос, как на герое новогоднем, но светлых. Потому что наступает год тигра. И мы, конечно, ждем чуда, ждем исполнения желаний. И Дед Мороз обязательно придет к вам и сделает это чудо. Проведет новогодний подарок. С Новым Годом! Многие из вас уже начали подготовку к Новому Году. Вы наряжаете елку, пишете письма Деду Морозу, а многие занимаются популярным сейчас составлением адвент-календаря. Адвент-календарь или календарь ожидания Нового Года – прекрасная добрая традиция, которая помогает скоротать предпраздничное время и сближает всю семью. Можно купить готовый набор, как уже заполненный, так и наполнить его самостоятельно. В интернете сейчас можно найти много вариантов. От бумажных конвертиков до спичечных коробков и даже использованных рулонов туалетной бумаги. Мы установили сроки ожидания сами, учитывая возраст Данилы. Ведь 4-летний малыш может попросту устать ждать праздник. Поговорим о наполнении ячек. Обычно туда кладут какие-нибудь задания, чтобы ожидание Нового Года стало еще более интересным. Подберите их по возрасту, а самое главное – интересам вашего ребенка. Это может быть и дома, и на улице. Помните, что самое главное – это время, проведенное вместе. Таким образом, я вам сегодня предложила ввести еще одну приятную традицию перед Новым Годом, которая не только вас сблизит с вашим ребенком, но и сделает ожидание Нового Года еще более интересным и волшебным. А мы продолжаем знакомить детей с правилами дорожного движения. Традиционно в этом нам помогает компания, для которой безопасность превыше всего – дилерский центр «Шкода». И сегодня мы в мобильной лаборатории безопасности не только повторим теорию, но и изучим основные моменты на практике. Ну что, ребят, а для начала нам нужно с вами повторить основные диетические знания правил дорожного движения. Поехали? Поехали! Для начала мы с вами изучим световозвращающие элементы. Они должны быть у пешеходов. В городской черте мы рекомендуем их использование. За пределами города мы в обязательном порядке должны использовать световозвращающие элементы в темное время суток. Вот это – браслет. Ром, а ты катался когда-нибудь на самокате? Да. А на тебе были средства защиты? У меня на коленнике, на коленнике и шлем. Шлем. Молодец, ты все делал верно. Ребят, вы знаете, для чего шлем существует? Для того, чтобы безопасно передвигаться на велосипеде или самокате и при падении не получить травмы. Пап, я не маленький, я знаю правила. Ваш Ромыч знает правила дорожного движения на самокате, а как обстоят дела с велосипедом? А как обстоят дела с велосипедом, нам расскажет Александр Андреевич. Ну что, давайте обезопасим ваш велосипед. Аксения, с тебя начнем. Для чего вот эти свето-возвращающие элементы, так называемые катафоты, куда бы ты их прикрепила? На кольцо. Молодец. А вот это? Молодец, справилась на оценку отлично. Давай, проходи сюда, Рома. Твоя задача – установить катафот белого цвета и звонок. Куда ты можешь устанавливать? Отлично. Павел, твоя задача – установить зеркало и катафот красного цвета. Куда больше устанавливать? От зеркала. Отлично. Чтобы видеть все, что творится позади транспортного средства и катафот красного цвета, назад. Все верно. Может, ты у меня и машину сейчас починишь? Коты не ломаются. Ну, а сейчас я и для вас хочу провести небольшой ликбез о правилах перевозки несовершеннолетних. Устанавливается автокресло с помощью ремней безопасности автомобильных и внутренних самого автокресла, так и по системе ISOFIX, которая как раз напрямую уходит к кузову автомобиля. Самое главное, чтобы ремень безопасности в автокресле не проходил через горло либо лицо. То есть ремень безопасности полностью выполнял свою функцию. То есть, я так понимаю, технологии меняются год от года. И так как у тебя трое, ты все эти технологии применяла на себе. Уже да. Все понятно? Ребят, это уличная дорожная сеть, городская, да? Мы видим автомобили, автобусы, грузовые автомобили, дорожные знаки, которые расставлены неверно. И наша с вами задача сейчас правильно расставить дорожные знаки. Но для начала мы их должны с вами выучить. А кто-то из вас только повторит. Что это за дорожный знак, ребят? Это пешеход. Это пешеходный переход. Устанавливается он там, где имеется дорожная разметка под названием «Зебра». Остановка общественного транспорта. То есть там, где останавливаются автобусы. Устанавливается этот дорожный знак именно сюда. Это знак «Жилая зона». В этой зоне вы имеете право выхода на проезжую часть вне пешеходного перехода, а водители не должны превышать скоростной режим более 20 км в час. Молодцы! Ура! Переходим к следующему тесту. Ребят, ну а сейчас вы должны себя почувствовать настоящими водителями. Ну что, разрешающий сигнал светофора. Едем. Остановились. Запрещающий сигнал светофора. Посмотрели по всем сторонам. И идем. Ребят, ну а вы не забывайте о правилах дорожного движения. Напоминайте своим друзьям, товарищам, а иной раз даже родителям, чтобы они соблюдали правила поведения на дороге. Договорились? Да. Точно? Да. Давайте, всего хорошего. До свидания. Вот и подошло к концу наше обучение правилам дорожного движения. За это время мы прошли теорию, практику и научили детей этим простым истинам. Ага. Вместе с нами об этом вам рассказывали представители компании, для которой безопасность превыше всего. Дилерский центр «Шкода». А итогом обучения, естественно, будет вручение дипломов. Мы поздравляем вас с успешным прохождением курса безопасности от «Шкода». Вручаем вам удостоверение юных водителей. Приходите в автосалон «Шкода» за покупками и приводите своих родителей. Ура! Держите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы надеемся, что серия выпусков «Шкода Кроха» была вам полезна. Безопасность превыше всего. Для всех. Для нас, для вас. Ну и, конечно, для компании, которая помогла нам в организации этих съемок. Спасибо, дилерский центр «Шкода». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это были все сюжеты на сегодня. Приглашайте в гости, а также предлагайте свои истории. Ну а с вами мы увидимся не только на экранах ТВ, но и на экранах твоего гаджета. Но уже в следующем году. С Новым годом! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рисуй меня пеплом, наброском на камне, обмытый водой, озер покинутых душ. Будто моря плючит между морями, теряя извиду мой берты и слышь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok